Второй год подряд охотники Ульяновской области подают иски против Министерства лесного хозяйства и цикличной экономики региона из-за нарушений при выдаче охотничьих лицензий. Они выигрывают суды, но ситуация от этого не меняется. Вы в этом году тоже занимались этими вопросами, берете разрешение? Да. Да. Вы знаете о решении сюда, в поездке в Балумино? Да. Вы знаете там, почему иски для этого рембла судом в Балумино? Ваши не знают. Нарушено в другом рембле. Да. И вы сейчас продолжаете также проводить вот эти разрешения в том же порядке, как и раньше? Да. Мне больше не было вопросов. Этот диалог непременно должен войти в учебники по юриспруденции. Поясним, в 2018 году охотодел тогда еще Министерства сельского хозяйства проиграл суд охотнику Владимиру. Как раз вот из-за нарушений при выдаче охотничьих лицензий. В 2019 году отдел относится уже к Министерству лесного хозяйства. Однако суд произошел в точности так же, как годом ранее. Теперь его возглавляет тот же человек, что и возглавлял раньше, это Евгений Лисов. Документы у отдела абсолютно те же самые, и сам процесс прошел в точности так же, как год назад. Судья спросила Евгения Лисова, собственно, почему так происходит? Почему, если в прошлом году вам вынесли предписание, вы не изменили процедуру? Он не нашел, что ей ответить. Да, 11 мая я узнал, что уже надо подавать путевки на Кабана в Маинский район. Поехал подавать путевки, записал заявление, взял заявление, дополнил все. Пришел к секретарю, там надо отдавать, как мне объяснили к секретарю, эти заявления, чтобы она отметила, что я сдал. Когда подошел к секретарю, она направила меня к начальнику, вроде бы я не знаю, кто это был. То, что в другой кабинет я пошел, зашел в другой кабинет, зашел мужчина за мной, и то, что начал объяснять мне. То, что путевок уже нету на Маинский район, все, это было 11 мая. Ну, я все-таки, то, что заявление он не стал у меня брать, секретарю, там, говорил, все, путевок нет, заявление не принимаем. Но я все-таки сдал заявление, меня отметили, у меня все заявление на руках, все есть. И все, ну, то, что вся, не принимал заявление, говорил, что путевок уже нет. Это было 11 мая. Ситуация такая. Кабанов в регионе мало, а охотников много. Ничего удивительного, такая картина в большинстве субъектов федерации. Раз кабанов мало, то, чтобы сохранить их численность, нужно устанавливать так называемые нормативы изъятия. Иными словами, выдавать охотникам ограниченное количество лицензий на отстрел. В области в 2010 году приняли закон номер 227, который предусматривает жеребьевку среди подавших лицензии. Закон опубликован на сайте ЗАГС Собрания, самого Минприроды и все еще актуален. Из него мы узнаем... Министерство обязано, во-первых, подсчитать лимиты на изъятие. Во-вторых, объявить о приеме заявлений, сообщить об этом в средствах массовой информации на своем сайте. В-третьих, принять заявление. В-четвертых, провести жеребьевку среди подавших заявления с приглашением общественности. Ну, понимаете, там на Копытных более сложная процедура, поэтому их очень мало разрешений. Боюсь, что люди просто не успеют подать заявление, так как... А там срок как-то ограничен? Ограничен срок подачи, то есть там у нас... Мы не имеем права подать, ждать, то есть кому-то бронировать, так сказать, как многие просят. То есть люди приходят, мы открываем сезон, люди приходят, и мы обязаны им выдать. То есть как вся процедура происходит, в каких числах это происходит? Там по всем видам животных по-разному или вот есть какой-то фиксированный период? Есть фиксированный период, и когда открывается сезон, перед сезоном мы даем объявление на сайте или также в СМИ, и с этого момента мы начинаем выдачу. То есть только с момента опубликования официального заявления, да? Да. А если заявлений приходит больше, чем ресурсов располагается? К сожалению, мы вынуждены отказать, потому что мы не можем выдавать на каждого кабана или на каждого там... То есть там жеребьевки никакой нет? Просто первые заявления проходят, остальные нет? Да, просто по жилой очереди. В действиях отдела охоты Ульяновская правда нашла как минимум три нарушения. Итак, нарушение номер один. Заявления принимались в январе, хотя должны были после объявления о начале приема. 3 мая 2018 года охотник Владимир подает заявление в министерство о выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Ему приходит ответ. Норматив допустимого изъятия уже освоен на 100%. Датирован 13 мая. Как же так? Ведь объявления о начале приема заявлений не было? Владимир идет в Ленинский районный суд с административным иском. На что Евгений Лисов готовит ответ. Оказывается, 2 апреля министерство издало распоряжение об открытии охоты. И указало на начало приема заявлений, то есть 14 мая. А раньше их, получается, принимать не должны были. Каким образом норматив был полностью изъят уже к середине мая, если заявления принимались только с 14 числа? В этом году ситуация повторилась. Снова охотники подали заявление в мае и снова им ответили, что норматив полностью изъят. В прошлом году подавали заявление на лицензию. Нам не дали, отдали отказ. А чем они его обосновали? Не помните? То, что якобы они закончились. Путевки? Путевки, да. А в какой район вы подавали? В Майнинский район. Железнодорожный майон. А в этом году вы подавали? В этом году тоже, 13 мая подали. А почему именно 13 мая? А потому что объявление вышло 13 мая. Мы нашли его и поехали подавать. А вы куда отдавали? В приемное министерство? Да, в приемное министерство. То есть, 13 мая. Лесного хозяйства, да. У вас приняли заявление? Приняли заявление, подписали, поставили автограф свой. И все, и сказали, ожидайте. То есть, вы получили в этом году путевку? Нет, не получили. Мы получили отказ очередной. То есть, два года подряд охотники начинают подавать заявление сразу после того, как увидят объявление о начале их приема. И два года им тут же приходят отказы. Дескать, нет больше разрешений. Да как так-то? Ответ мы получили в суде. Он фантастический, он невероятный, он сказочный. Девятого все подали. А почему девятого января? Я уже не знаю, что так 9 и подали. Все сразу 9 января? У нас все стоят в штампе 9 января, да. Нет, в штампе 11-го, он просто дата 9 января. Ну, написали 9-го, 2-го, 11-го. А это на личном, как бы личной подаче было заявление? Да, через приемную. И всем им выданное разрешение? Да. Нет, Евгений Лисов не оговорился. Вот документы, подтверждающие, что заявления были приняты 9 января. Фамилии, кстати, что в 2018, что в 2019 году одни и те же. Получается, что все заявления от охотников, которые сумели получить лицензию, были приняты 9 января. Но только представьте себе эту ситуацию. Толпы охотников со всей Ульяновской области в первый рабочий день года после праздников разогретые едут в Ульяновск, чтобы в первые же минуты работы отдела подать заявление. А невероятно продуктивный секретарь отдел их все принимает в 9 января. Все остальные охотники приезжают 13 мая, когда подано официальное объявление, но когда уже подавать сами заявления бессмысленно. Нарушение номер 2. Объявление о начале приема заявления опубликовано не было. Суд установил, что в нарушении норм в официальном периодическом печатном издании не была опубликована информация о сроках подачи заявлений и о жеребьевке участников. Ни в этом году, ни в прошлом. В прошлом году господин Лисов не стал спорить с судом. Дескать, не опубликовали, а заявление принимали как придется. В этом решил попытаться доказать, что объявление они все-таки напечатали, да еще и 22 апреля. Не стоило. Еще в начале судебных процессов, 19 июня, мы решили проверить, когда в действительности были размещены объявления. Знакомим вас с результатами. Итак, объявление об открытии охоты на кабана следует из официальных данных сайта Минприроды73.ру. Действительно было размещено 22 апреля. Для установления настоящей даты размещения материала мы используем систему индексации веб-страниц Яндекса. Итак, индексация страниц от 22.04.2019 должна была, при соответствии указанной даты реальной выкладки, быть осуществлена 58 дней назад. Вместо этого сервис, данные у которого были дважды проверены на аналогичных материалах того же самого веб-сайта, указывает на возраст страницы в 18 дней. То есть из индексации Яндекса следует, что материал, анонсирующий начало охоты на кабана, был размещен 1 июня. То есть в день фактического начала охоты на кабана. Можете проверить это сами. Это, кстати, не единственное свидетельство, указывающее, что охота была проанонсирована задним числом. Полный вариант представлен суду, передан в прокуратуру. Ладно, допустим, заявление приняли 9 января, допустим, с нарушениями. Допустим, даже, что объявление было опубликовано задним числом. Ну что это означает вообще? Почему мы обращаем на это внимание? А дело все в том, что если учесть все вот это, и учесть, что в регионе должна была проводиться и не проводилась жеребьевка на выдачу разрешений для охоты на кабана, то у всего этого появляется некий коррупционный подтекст. Нарушение номер три. Министерство не проводило и не проводит жеребьевку среди охотников. Несмотря на то, что ее без проблем проводят соседние регионы. Жеребьевка значит, что если заявление на охоту на кабана подали 100 человек, а лимит предусматривает отстрел только 50 кабанов, то лицензию получат случайные 50 человек. Случайные, чтобы исключить коррупционные нарушения. В противном случае сотрудники отдела смогут заранее сообщить своим о сроках подачи заявления. И первыми в живой очереди всегда будут те, кто нужно, а не простые охотники. Предупрежденные придут в первый рабочий день года. Остальные, как увидят майское объявление. А что там с жеребьевкой? Скажите, пожалуйста, а в этом объявлении 22 апреля были сведения о дате и времени проведения жеребьевки? Нет. А было о том, чтобы вы принимаете заявление. А есть вообще комиссии у вас по жеребьевке? Нет. Комиссии тоже нет? Нет. А то, что не проводится по таким видам, это где написано? Что если исключен из лимитированных видов, то не проводится жеребьевка, где-то написано? Ну, в законе это написано. А в законе написано, что надо проводить жеребьевку по всем видам, и лимитированным, и не лимитированным? В законе это происходит. Суд удовлетворил иск Владимира к Министерству сельского лесного хозяйства и природных ресурсов в 2018 году и к Министерству лесного хозяйства и цикличной экономики в 2019 году. Отказ выдачи был признан незаконным. Аналогичные исковые требования суд удовлетворил и от других охотников. В распоряжении редакции есть исполнительные листы с определениями необходимости рассмотреть заявления охотников. В какой-то момент Евгений Лисов вообще перестал приходить на суды, как представитель Министерства. А когда во время одного из очередных процессов судья позвонил ему, чтобы справедливо потребовать от него дачи каких-то сведений по этому процессу, по существу, он сбросил трубку. Собственно, вот и все его отношение к нашей системе правосудия и к тому делу, которым он руководит. Почему мы зациклились на нарушениях в выдаче лицензий и ловим бедного чиновника на одном нарушении за другим? Во-первых, дело в том, что нарушения эти осуществляются исключительно нагло. В обход решений судов, кстати, судебные приставы уже подали собственный иск против Министерства за неисполнение предписаний. А во-вторых, потому что такое упрямство в нарушении закона подталкивает к мысли, что оно служит определенной цели. Выходит, вот какая картина. Близкие к Министерству люди, а среди них могут быть егери. Узнают о начале приема заявлений заранее. Ну, то есть, очень хорошо заранее, еще в январе они их подают. А все остальные только весной. Остальные, то есть простые охотники, ожидаемо лицензии выбить не могут. А свои их получают ворохом. Что они с ними потом делают? А дело вот в чем. Вот госпошлина за получение этой лицензии составляет всего 1000 рублей. А стоимость охоты в частном охотничьем хозяйстве около 15 тысяч рублей. Мы можем представить, что делают егери с ворохом этих разрешений, каждая из которых может быть подана на группу охотников. А группа этих охотников не прикладывается к заявлению. То есть, он может вписать туда того, кого посчитает нужным. А между тем, информация о случившемся уже дошла до Федерального управления по надзору в сфере природопользования. Оттуда его перенаправили в региональную межрайонную природоохранную прокуратуру, которая в содержании коллективной жалобы охотников усмотрела признаки административного правонарушения по статье 5.64 Кодекса административных правонарушений. Документы из природоохранной прокуратуры были переданы и в Следственный комитет России по Ульяновской области. А пока отдел охоты продолжает работать, как ни в чем не бывало, даже после очередных решений суда и получения исполнительных листов. Нет, мы не предлагаем считать сотрудников министерства нарушителями. В конце концов, все произошедшее может быть просто совпадением. Ну или чей-то случайной ошибкой. Они случайно могли выложить объявление задним числом. А возможно, это просто ошибка какая-то в коде страницы. Они могли случайно проиграть процессы, просто не подготовиться к ним. Они могли случайно допустить нарушения при выдаче лицензий. Но с другой стороны, если мы подумаем о том, какие деньги можно сделать на продаже лицензий на охоту на кабана, а это миллионы, у нас появятся неудобные вопросы к министерству. Но дальше задавать их будем уже не мы, а сотрудники Следственного комитета, куда были переданы все материалы делом. Субтитры создавал DimaTorzok